Когда начинался этот проект только, один из ключевых вопросов был таков. Как сегодня живется музыкант, который играет импровизационную музыку? Ты вообще играешь, ты уходишь ради заработка денег куда-нибудь в поп-коллективы какие-то, со звездами? Слава Богу, нет. Слава Богу, да. Слава Богу. Приходится там переходить через себя, все это делать, чтобы все-таки получить. Но лично у меня это не часто происходит. Для тебя я рад, судя по твоему ответу. У меня, в одной стороны, рад с точки зрения морально-психологической составляющей. В этом плане, да. Ну, с другой стороны, там, может, что-то не хватает. Уже раз десять повторилось в разных интервью. Это ключевой ответ Амара Хакима на вопрос по поводу любимого жанра музыки. Хаос, говорит. Хаос. Да, потому что после гастролей с Мадонной я купил себе хам. Не, ну, это, как бы, уже, если есть возможность, то есть я, как бы, к этому не стремлюсь, если, чтобы куда-то там пойти или что-то заработать, тем, что мне неинтересно. То есть если это, как бы, поступает предложение, то я, ну, решаю, то есть, стоит, не стоит. Ну, вот, как живет сегодня музыкант в таком случае? Ну, по-разному. Разные музыканты, то есть, если бы это, как-то, достигнули там каких-то высот. Кто-то, кого-то, то есть, кто-то решает, либо переходит в ремесло, то есть, кто-то играет только вот в музыку. Ну, по-разному. И есть с сложностью, но когда ты, вот, находишься в процессе того, что тебе нравится, то уже не думаешь ни о чем. Все остальное, это, как бы, само собой разумеющееся, то, что в конце-то у тебя будет, то, что тебе дадут, но это не главное, как-то, то есть, если ты не занимаешься ремеслом, а вот... А вот интересно, этот вопрос чрезвычайный, я даже некоторые, вот ты сам поднял этот вопрос, потому что я этот задавал вопрос, и меня даже не понимали с самого начала, иногда. Да. Слушай, ремесло, то есть, следует ли понимать так, что если человек ради стабильности, да, материальной стабильности сел в какой-то крутой раскрученный коллектив, да, и ощущает себя довольно комфортно, он переходит из разряда там музыкантов в разряда ремесленников? Или эти как-то вещи коррелируются между собой, эти понимания, эти две проекции, скажем, они как-то коррелируются между собой? Что такое, тогда, если нет, то что такое в своем понимании ремесло и что такое музыканство? Ты просил о философии, вот тебе. Ремесло, профессия, то есть, в моем понимании, это когда ты играешь не то, что тебе нравится, а то, что ты хочешь, просто ради заработка. То есть, а музыкант, который идет в эту сторону, ну, это как бы выбор каждого, то есть, главное оставаться только профессионалом, делать это на том уровне, главное, чтобы твоя квалификация, она не понизилась, если ты постоянно будешь, ну, я сейчас не буду брать там какие-то совсем уж антимузыкальные какие-то, ну, допустим, нормальные, ну, все-таки, ты не являешься творцем, там, допустим, да, в данном проекте, а чисто вот ты передаешь музыку, то есть, ты не исполняешь, а просто ты там выучил какую-то, какую-то песню какого-то дяди, там, который играет 50 лет, да, какую-то программу, просто играешь там, да, для развлечения. Ну, ты можешь этим заниматься, главное, чтобы, то есть, тебе было комфортно, главное, здесь моральная сторона, для меня вот это вот сильно, то есть, на меня дает. Это определяющее, да, для тебя? Да, ну, каждый, то есть, убирает сам, если, а здесь возможность, как бы, делать и то, и другое, как бы, совмещать, а если просто уходить только туда и ничего уж не делать, как бы, серьезного, ну, не знаю, для меня это неприемлемо, то есть, я не смогу так. А правильно ли я понял сейчас тебя, что туда и сюда переходить безболезненно можно спокойно, да, то есть, можно идти? Ну, опять-таки, зависит, какая у тебя будет там занятость, если ты ушел в какой-то, ну, допустим, в каюгу, ну, условно говоря, да, и ты 20 дней, как бы, в месяц, там, 3 недели занят там всем, то у тебя уже, наверное, время не останется на что-то другое. А сейчас же практически исчезли, да, такие постоянные составы, коллективы, которые творили внутри себя, каждый был творцом в коллективе, да, и они много лет работали, зарабатывая этим деньги. Это идеальный был бы вариант существования, если мы не берем в расчет жанр, то есть, в том жанре, который тебе близок. Примеры, может, и есть вот в этой музыке, как бы, постоянных каких-то, но редкие. А ты в этот жанр пришел тоже сознательно или какой-то выбор этот был случайный? Случайно. Случайно. Случайно пришел. То есть, когда мой двореводный брат в первое время, я не помню, сколько лет, там, в середине 80-х, то есть, я довольно-таки поздно познал эту музыку. То есть, он мне случайно, не, не случайно, то есть, видимо, у него цель была какая-то, я уже занимался музыкой, этот, наверное, но с джазом и, как бы, с импуляционной музыкой мне было знакомо. То есть, он мне поставил, там, вообще, виниловые пластинки Аркстринга, он мне поставил Эллу Фиджевальд. То есть, это меня как-то вот прицепило сильно. Но, но потом, как-то меня крен такой пошел в сторону уже более, там, современной, там, электронной джаз-роки, фьюжн, там, вот, долгое время, то есть, я был там. Да. И потом, уже спустя, там, долгие годы, я вернулся к джазу. Что такое джаз сегодня вообще? Я ждал, ждал этот вопрос, я сейчас скажу просто, у меня такое четкое консилативное мнение, довольно-таки такое. Никому ничего не навязываю, но джаз для меня это вполне конкретно жанр музыки, то есть, который существует уже давно, который уже давно сформировался, был сыгран, переигран, играется до сих пор. Это вполне конкретно музыка, конкретный жанр. Да, поэтому я категорически не согласен, когда вот это слово сейчас используют в более широком понимании, и все называют джазом. Что бы ты ни делал, ни играл, там, джаз-фестиваль, джаз-клуб, джазовый музыкант, джазовая вокалиста, там, джаз-группа, там, еще этно-джаз, там, еще что-то. То есть, для меня есть четко... Какая отличительная черта главного джаза? Ну, что, по-твоему, джаз? Вот, ты как для себя признаешь? Я так... А, это невозможно. Ну, джаз, конечно, джаз, это свинка, например, или нет? Ну, ощущение свинга, вот это вот состояние. То есть, я могу по-по-по-жанрам назвать, вот, то есть, джаз, то есть, это вот то, что я называю джазом. Ну, вот это то, что идет, вот, начиная с этих цилиндров, потом, вот, элли-свинга, хард-боб, пост-боб, ну, то есть, это вот какие-то названия, которые, да, вот. А то, что дальше уже пошло, всякие вот ответвления, там, с конца 60-х, когда вот эти гениальные ребята стали уходить в сторону, там, электроники, применяют вот самые-самые вот в музыке. 50-е, 60-е, 70-е, фьюжн, один, мой, герой, можно сказать, один из музыкальных моих, Жозавин, уэйн Шортер, там, гениальные ребята, которые тоже ушли, вот, которые были выдающими сегодня джазменами, ну, и ушли вот в эту сторону, да. То есть, было все. Ну, как бы, я тоже не называю джазом, то есть, это, как бы, уже все-таки... То есть, джаз – это часть этого всего, да, огромного обмора? Нет. Или это все-таки отдельно? Нет, это отдельно. Из джаза вышли вот эти ребята, которые, вот, стали, как бы, делать вот эту, вот эту, другую вот эту музыку. Фьюжн, там, как бы, ну, не важно, как это называется, джаз. Да-да-да-да, название их дело, да, понятно. Вед Репорт – это что? Ну, это гениальная музыка, вообще. Фьюжн, то есть, сплав и джазовых тем, гармоний, и уже роковых ритмов с использованием ее электроники. Этника, как абсолютно самостоятельная, вот, любая этническая музыка, которая, то есть, имеет абсолютную ценность, да, то есть, много их из этники туда, как бы, то есть, это вот, получается, сплав. То есть, джазовые музыканты, которые играли бибок, харт-бок, там, и все, то есть, они продолжали, и которые живы до сих пор, и гнут эту линию, да, то есть, самые такие вот ярые. Отъявленные. Да, а вот эта часть, она вот как-то расколола сил, но благодаря ним, как бы, мы получили колоссальный вообще пласт уже разножанровый, вот, если взять вот историю музыкального жанра, то есть, джаз, он остался, как бы, идет и до сих пор, вот, и параллельно мы получили вот выдающихся вот этих музыкантов с и музыкой, и Чит Кореей, и Завина, и Жаней. В общем, ты произнес пару раз это слово. Мне очень нравится мир, который называется World Music, да? Этника, ты сказал. Скажи, у тебя какая связь с этникой? Что-то есть? Просто ты везде, где я тебя слушал, ты абсолютно современен, и вне, скажем, вне, вне национальных любых городов. Группу, вне каких-то этнических групп. Это сознательно или ты просто... Нет, не сознательно, просто у меня вот такое, ну то, то есть, в ту сторону, то есть, так-так получилось. Но хочу отметить, что я забыл, когда у себя там все-таки говорил, что я-то начинал, когда мне было 6 лет, с барабана Дролл, который называется. То есть, меня отдали в дворец пионеров, я был 6 лет, по-моему, то есть, этот Дролл был больше меня. То есть, вот это мой первый инструмент, то есть, такой национальный, когда получается. То есть, я из... С него все-таки сначала были кастрюли, потом уже... Да-да-да-да. Профессиональный барабан. Пластик или кожа была? Пластик? Пластик или кожа? Нет, тогда кожа была, тогда не было пластиков. Огонь, да? Грязь? Как-то конец 70-х, начало 80-х. Тогда не было еще. Вот, барабан, но что-то потом мне разонравилось это. И я ушел уже, как бы, в музыкалку. Вот. Но, естественно, внутри меня, как бы, когда я слушаю Дудук, то есть, у меня и мурашки там все, да, и все-то есть. Но в музыкальном, как бы, воплощении, вот, как бы, то есть, у меня никогда не было, как бы, такой вот связи у нас с этникой. Хотя, довольно-таки, вот, недавно появился один проект, чему я безумно рад, буквально полгода назад. Варабин Эрапетян, есть такой выдающийся пианист, джазовый. Он меня как-то подписал в один проект. Сейчас он называется Ван как квартет. В Армении? Нет. Значит, Варабин и Дудукисты там, то есть, они живут в Веливане, езжают сюда. И, вот, я и, вот, контрбасист еще московский, Макар Набуков, не безусвестный. Да. Вот. У нас получилось, я даже не могу это как-то объяснить, вот, стыковка такая получилась. Это оригинальная музыка или это народные дела? Да. Это и оригинальная композиция, вот, ребят, вот, Варабин и Нурайр Картощенко. Ага. Знаешь, да? Он тоже был же у меня в проекте, да. Он сам делает всякие вот дудочки, дудуки. Играет его композиция, Варабина композиция. И какие-то известные коммитасы, там, Пачатуряна, какие-то темы. Но, то есть, кроме тем, какой-то гармонии, то есть, дальше там уже начинается какая-то совершенно другая, не этническая абсолютно. Там уже начинается то, что называется интенсационная музыка современная. И для меня этот проект, я просто, у нас было несколько концертов, ездили на гастроли, просто, ну, кайф, если будет так выразиться. Только так и надо? На сцене происходит нечто такое, что... Ты там на барабанах? Нет. Я там, как бы, заменяю ударную установку, но на пепперкуссию, на кахоне. Вот я как раз и хотел сказать, знаешь, что, ну, по моему мнению, да, вот, когда употребляется слово перкуссия, для меня это сразу world music, да, для меня это сразу этника. Потому что, ну, все-таки есть оттенок, да, вот перкуссия, потом набор со всего мира всяких там. Ну, конечно. При Бамбас, это никак, ну, не знаю, для меня это почему-то всегда оттенок этники приобретает. Абсолютно. Конечно. Разные континенты, разные народности там, то есть у всех свои, своя перкуссия. Что-то общее, но у каждого свои уже. Знаешь, ты вот упомянул ту эпоху, которая для тебя наиболее близка, да, в музыке. А скажи мне, вот у меня невольно, да, этот вопрос возник сразу в голове тогда, я решил его попридержать на сейчас. А скажи мне, когда последний раз у тебя было вот это вот, а-а-а, когда было последний раз открытие от того, что ты слушал? Только мое ощущение, что за последние 20 лет количество альбомов, после прослушивания, которые просто сердце замирает, да, и хочется воскрикнуть там, я не знаю, как Пифагор или кто Эврика, да, такого что-то, чем дальше, тем меньше. У тебя другие ощущения? Ты помнишь свои последние восторги? Ну, ощущения, в принципе, схожие, как бы, то есть, так же считаю, что, как бы, меньше стало. В вопросе же, под вопрос, а почему, то есть, куда девается музыка при таком количестве исполнителей великолепных? Сложно ответить. Ну, времена меняются, не знаю, жизнь меняется, мир меняется, темп жизни, нереальное количество музыкантов и всяких стилей всего, но попадает что-то вот такое вот ценное в музыке. То есть, люди уже больше, музыканты приходят к каким-то техническим, логическим, каким-то таким, более, как бы, игровым вещам, а не как бы музыкальным и концептуальным. А именно, вот, владение инструментом, техника, доведенная до совершенства, то есть, многие, вот, музыканты играют, ну, современный фюжен, скажем, есть такое вот понятие, где, вот, очень крутые ребята прям, вот, играют. Ну, не знаю, мне как-то не считают. Ну, возникает вопрос, зачем, слушайте, получить моментальное удовольствие во время концерта, да, но так, чтобы вот это заполнилось, чтобы шел ты с этими переживаниями месяц-другой, да. Ну, не знаю, но те, которые играют, сами музыканты, им же это, как бы, нравится, музыкант в первую очередь должен делать то, что ему нравится и хочется в этот момент, то есть, думать о публике, это уже второй вопрос, там. По большому счету музыкант, вот, я играю вот это, вот, то есть, у меня либо есть слушатели, либо нет, то есть, либо их много, либо мало, то есть, это уже, как бы, можно пытаться как-то прикладывать какие-то усилия, чтобы, как бы, публика шла, ну, нужно искать какие-то компромиссы, а если ты просто вот играешь то, что ты играешь, и, то есть, главное, самому получать удовольствие на сцене. В первую очередь, а остальное уже, как бы, как получится. Нет ощущения тупикомости, нет такой, ну, временного тупика такого, как бы, да? Не вижу тупика, мы просто времена такие, не знаю, что будет там через 10-15 лет. Вот, я хотел тебя спросить, что будет через 10-15 лет? Будет все то же самое, наверное. Да? Да, да, не знаю, как у вас жизнь изменится, не знаю. Будут сидеть другие люди так же, да, там, на мансарде клуба, и рассуждать о том, почему нет? Уже больше молодых музыкантов, а музыканты все больше и больше становятся. Сейчас мы молодежь, и ребята там с 15-20 лет уже, как бы, играют. Да. Да. То есть, сейчас возможностей больше стало и заниматься, и смотрите, и слушайте, и черпайте, и, как бы, информация всюду. То есть, в этом плане занимаешься, и все. Если есть исходные, как бы, данные, есть любовь к этому делу, занимаешься, и все. То есть, сейчас нет, как бы, сложностей. Спасибо, Артан. Спасибо.